Два дня до победного марша, как столица Забайкалья готовится к большому празднику, расскажут корреспонденты РТК. Открытие новых талантов в регионе дан старт уникальному конкурсу для авторов и композиторов. Готов к труду и обороне, что дает участникам заветный золотой значок ГТО. Облачная, дождливая и ветреная погода не помешали сегодня провести генеральную репетицию парада, посвященного 76-й годовщине Победы. Своё место в войсках Читинского гарнизона заняли лучшие из лучших. Чекание шаг знамённая группа внесла на площадь Знамя Победы и флаг России. В этом году командует парадом заместитель командующего 29-й армии полковник Виталий Подлесный. Здравствуйте, товарищи родительщики! Желаю, желаю, товарищ полковник! Поздравляю вас с 76-й годовщиной Победы! Великой Отечественной войне! Ура! Открыли военный парад барабанщицы Хинганской бригады управления. В его состав вошли военнослужащие женщины, которые имеют звание от рядового до капитана. На время спустившись на землю, по площади прошли лётчики. За ними – стройные ряды мотострелков, танкистов, артиллеристов, зенитчиков, связистов, ракетчиков и пограничников. И уже по традиции место на парадном плацу уступили подрастающему поколению – юноармейцам. Парадный расчёт регионального движения «Юноармия» возглавляет юноармейц-отряда наследники Победы Дмитрий Шейко. После пеших колонн свою силу и мощь на площади показала и боевая техника – знаменитый танк Т-34, бронетранспортеры БТР-8, БМП-2, а также противоракетные и зенитно-ракетные комплексы. Облачность над Читой дала возможность увидеть генеральную репетицию только группе вертолётчиков. Полная картина в небе с участием советских штурмовиков в случае, если не будет осадков, сложится уже в сам праздник – 9 мая. Репетицию парада пришли посмотреть не только четинцы, но и гости столицы. Для многих из них День Победы – не только большой праздник, но и День Великой Скорби. День Победы – это моего поколения праздник. Тем более я из Белоруссии. У меня там похоронены расстреляны фашистами мама, брат и сестра, родные могилы там. Я приходила сюда 1 или 2 мая, концерт смотрела, но я наплакалась. Это действительно праздник со слезами на глазах. Эти песни всегда жили и всегда в наших душах будут жить. Мой отец дошёл до Берлина. Ну, в душе-то это же боль, страдания. А сейчас мы радуемся, что мы живём в светлом будущем. Как вы считаете, нужно сохранять традицию парад, праздник? Обязательно, чтобы люди знали, что победа – это самое главное, чтобы было чистое небо над головой, когда нет войны и когда все радуются жизни. В завершении парада своё мастерство продемонстрировала рота почётного караула. А юноармейцы пронесли по площади двухметровое полотно – копии знамени Победы. Анна Бородина, Сергей Миртов, РТК «Забайкалье». Алкогольное опьянение – первая причина гибели людей в бытовых пожарах. По информации Краевого МЧС, с начала года огонь и угарный газ унесли жизни более 50 человек, в том числе четверых детей. В 36 случаях люди не смогли спастись лишь потому, что были пьяны. Огонь не прощает халатности, непотушенный окурок, стоящая рядом с печкой кровать, ветхая электропроводка – эти и другие причины рано или поздно приводят к трагедиям. Сотрудники Государственного пожарного надзора ежедневно ведут с населением профилактическую работу. Особое внимание уделяем многодетным семьям, инвалидам и социально неблагополучным гражданам. В деревянном доме по улице Фрунза каждый вечер шумно и весело. 60-летняя хозяйка квартиры редко бывает дома одна. Вот и в нынешний приезд сотрудников Госпожнадзора каждый метр жилья был занят нетрезвыми людьми. На сегодняшний день на территории Забайкальского края зарегистрировано 2300 пожаров. К сожалению, на пожарах погиб 51 человек, в том числе четверо детей. Травмы различной степени тяжести получило 19 человек, в том числе один ребенок. Основными причинами возникновения пожара с тяжкими последствиями являются неосторожное обращение с огнем, в том числе при курении, а также нарушение требований пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования. Основным условием, способствующим гибели людей на пожарах, является состояние алкогольного пенения. В 36 случаях люди, погибшие на пожарах, находились в состоянии алкогольного пенения. Администрация Читы сообщила о приостановке обрезки деревьев в городе. После общественного резонанса, о жестокой вырубке аллеи по улице Горького и других варварских способах обрезки городских улиц, сити-менеджер Александр Сапожников сообщил, что любые действия с деревьями теперь будут производить только при непосредственном участии представителей мэрии. Более того, профессиональные дендрологи проведут мастер-класс для всех работников управляющих компаний и ДМРСУ по правильной омолаживающей и формовочной обрезке деревьев. 15, 22 и 29 мая объявлены субботниками по озеленению города. Деревья с улицы Горького будут временно пересажены в питомник ДМРСУ, а затем их вернут обратно. Самое главное – здоровья, чтобы вы еще продолжали жить, радовать нас, радовать своих близких. Спасибо вам за то, что вы есть, что вы внесли неоценимый слад и победу, и послевоенные годы вы поднимались без руин в нашу страну. Самое главное – вам здоровья, счастья, чтобы вас близкие не забывали. Тепла вам, чтобы над вами всегда было небо голубое. С праздником вас, с Днем Победы! В преддверии Дня Победы в Чите и районах края организованы выездные парады и концерты под окнами героев Великой Отечественной войны. В городе Петров-Забайкальском живых осталось всего три ветерана. Каждому из них уделяют в эти дни особое внимание. С доставкой на дом цветы, подарки, слова благодарности и любимые песни их молодости. Музыка, под которую удалось выстоять и победить. Более трех тысяч забайкальцев подали заявки на участие в шествии Бессмертного полка онлайн. Чтобы сделать это, необходимо войти в личный кабинет на сайте Бессмертного полка. Авторам одобренных заявок до 7 мая сообщат, когда они смогут увидеть трансляцию с их близкими. Те, кто уже ранее размещал данные своих героев и не планирует вносить изменения, могут повторить уже одобренную заявку. Виртуальное шествие пройдет 9 мая в 15 часов по местному времени во всех регионах страны. Ретро-поезд Победы отправится 9 мая с вокзала Читинской железной дороги. Все желающие могут бесплатно отправиться на ретро-поезде от станции Чита-2 до станции Чита-1. В пути пассажиров ждет музыкальная программа. С конечной станции Чита-1 пассажиры могут вернуться автобусами, которые проследуют с остановками на Мемориале и площади Ленина до ЖД вокзала станции Чита-2. Именно там в 11.15 читинцев и гостей города будет ждать праздничная программа. Если не на поезде, то на общественном транспорте троллейбусное управление Читы 9 мая организует бесплатный проезд для ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, тружеников тыла, бывших несовершеннолетних узников концлагерей и их сопровождающих. По распоряжению главы администрации города, при предъявлении подтверждающих документов, проехать бесплатно можно будет на всех видах муниципального транспорта, как на троллейбусах, так и на автобусах. Последние приготовления перед 9 мая. На мемориале боевой и трудовой славы забайкальцев сегодня прошла генеральная репетиция митинга войск Читинского гарнизона. В нем по традиции принимают участие не только военнослужащие Читы, но и Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение Юнармия. В рядах юноармейцев Александра Сердюкова оказалась не случайна. У Вечного огня она стоит в память о своей прабабушке, которая во время Великой Отечественной войны помогала армии в тылу. В этом году Александр впервые пройдет в составе парадного расчета. Для меня это дается легко, так как есть пластичность, есть физическая подготовка, поэтому мне это дается полегче. Эмоции на самом деле очень смешанные, потому что в один момент страшно участвовать впервые, в другой момент вроде очень интересно узнать что-то новое для себя. Ну и собственно я еще не определила, что именно я испытываю. Отточенные синхронные движения, серьезные лица и парадная форма – все говорит о важности предстоящего праздника. Самым ответственным моментом, конечно же, станет возложение ротой почетного караула венка к Вечному огню. Митинг войск Читинского гарнизона состоится 9 мая в 12.00. Затем всех гостей будет ждать праздничная программа. В 13.00 клуб военно-исторической реконструкции «Забайкальский фронт» проведет зрелищный бой победной весны 45-го. В реконструкции будет показан фрагмент боя Берлинской стратегической наступательной операции, в которой принимали участие бойцы 82-й гвардейской стрелковой дивизии – наши земляки. На специально подготовленной площадке благодаря пиротехнике воссоздадут настоящее поле боя. Там же запланирована интерактивная выставка оружия, формы и снаряжения. Будет работать тир и полевая солдатская кухня. После в 22 часа прогремит праздничный салют. Анна Бородина, Константин Васильев, РТК «Забайкалье». Министерство культуры и Забайкальская государственная кинокомпания объявили о старте приема заявок на песенный региональный конкурс. Принять участие могут как профессиональные авторы и композиторы, так и любители. Главное – песня, представленная на конкурс, должна быть написана не ранее 2020 года. Сегодня наша задача найти или еще раз заявить о тех людях, которые занимаются написанием песен, текстов и музыки. То есть для нас это очень интересный формат, потому что мы хотим впервые помочь нашим забайкальцам сделать клип на их произведение. Сегодня, к сожалению, это очень такое затратное, да, и не всегда доступно талантливым людям самостоятельно за счет собственных средств снять клип, который бы мог распространиться в сетях и, возможно, попасть куда-то в топ, в рейтинг красивых клипов. По итогам конкурса будут выбраны два победителя, которые получат не только денежный приз, но и бесплатную съемку видеоклипа на свою песню. Заявку на участие можно отправлять уже сегодня к письму, приложить нотную запись мелодии, текст песни и аудиозапись ее исполнения на электронный адрес. Конкурс нижнее подчеркивание запсобакамейл.ру Прием заявок до 15 июня. Мы приглашаем и профессиональных композиторов и авторов, и просто любителей, потому что, ну, вдруг, вдруг наша задача ведь открывать и развивать таланты. И даже если вы знаете, сами не являясь композитором и автором, но знаете, что ваш сосед, ваш друг как раз является вот такой изюминкой для Забайкальского края, конечно, мы приветствуем, вообще мы приветствуем все направления, да, и любые жанровые позиции будем смотреть. Но, конечно, больше всего нам бы хотелось услышать чего-то такого, в том числе касающегося и нашего края, чтобы мы сняли тот клип, который в дальнейшем смог позиционировать именно культуру Забайкальского края. Программа физкультурной подготовки готов к труду и обороне была создана в СССР в 1931 году. Нормы ГТО сдавали школьники, колхозные бригады, рабочие заводов и фабрик. В то время значки ГТО имели больше половины жителей страны. Традиция была прервана с началом распада Советского Союза в 1991 году и вновь начала возрождаться только в 2014. С этого года нормативы ГТО можно сдать и в Чите. Есть сайт gtu.ru, на котором есть раздел регистрации, где ты получаешь свой персональный номер 11-значный. Этот номер присваивается пожизненно, то есть ты с этим номером можешь сдавать в каждой возрастной ступени. Комплекс ГТО набирает очень большие обороты. И сейчас на данный момент у нас в городском округе зарегистрировано более 27 тысяч человек. Из них уже более 10 тысяч приняли участие в сдаче нормативов. Более 6 тысяч жителей города уже имеют знаки отличия ГТО. Из них около 2,5 тысяч получили золотые знаки отличия. В их числе и супруги Олег и Дарья Сараканюк. Что нужно сделать, как себя подготовить, для того, чтобы получить значок ГТО высшего достоинства? Нужно тренироваться постоянно и тренироваться разнопланово. То есть нельзя тренировать только ножки и сделать все элементы из знаков ГТО. То есть необходимо и бегать, и плавать, и прыгать, и подтягиваться. Я считаю, каждый человек, кто тренируется, кто занимается спортом, обязан их сдавать. Вы заработали золотой знак ГТО. Насколько было для вас это сложно? Сложно. Некоторые испытания я не с первого раза сдала. Пришлось подтягивать бег. Силовые, да, хорошо, из-за того, что мы в тренажерном зале занимаемся, хорошо сдаем. А вот на выносливость сложновато было. Но сдали. В течение двух дней желающие получить значок ГТО будут прыгать в длину, отжиматься, подтягиваться, поднимать гирю, бегать на разные дистанции и по пересеченной местности. Всего необходимо выполнить 9 нормативов. Раньше, в советские годы, это практиковалось. Я помню, в детстве, да, там стихотворение было, это по различным ГТО. И так как это как-то все было более развито, вот часто остановилось, и вот я понял, что мне хочется получить значок. Значение в том, что верность традициям, верность традициям наших отцов, наших предков, то есть мы все готовы и к труду, и к обороне. ГТО – это не только мотивация для занятий физкультурой и спортом. Для некоторых сегодняшних участников знак ГТО имеет вполне практическое значение. – Давно хотел сдать ГТО. Плюс дают, плюс наебал к поступлению в училище военное. Я поступаю в военное училище в этом году. Дают, по-моему, 2 или 3 балла к поступлению. – Как вы готовились к сдаче ГТО? – Женю, тренировки, бег, растяжка, питание, конечно, я тоже поддерживал. Спросивное, чтобы все хорошо было. Ну и все за робро в жизни, конечно же. У меня сейчас было 3 норматива, я сдал все 3 норматива на золото. Ну, даже более чем хорошо сдал. Вот тут есть моменты, которые нужно потянуть, но я надеюсь, что я их смогу потянуть. Так что надеюсь, что на золото сдам. Все результаты, которые покажут читинцы, будут внесены в электронную систему ГТО. Те, кто успешно выполнил свои нормативы, знаки отличия получат в июле. Бронзовая и серебряная степени присваиваются на региональном уровне. Золотой же знак ГТО утверждается министром спорта России. Екатерина Станиславская, Анатолий Тюльнев, РТК «За Байкалье». Спорт Победе под таким девизом в Чите 8 мая пройдут праздничные мероприятия, посвященные 76-й годовщине окончания Великой Отечественной войны. На мемориале боевой и трудовой славы за байкальцев в 12.00 стартует велопробег «Марафон Победы», в котором примут участие 500 спортсменов. В это время на стадионе «Локомотив» будут работать различные спортивные площадки. Воркаут, паркур, панофутбол, стритбол и многое другое. А также другие показательные выступления. Среди них и реконструкция матча Победы. Зрители увидят театрализованный пролог и футбольный поединок футбольного клуба «Смоленск» и футбольного клуба «Чита». Работники культуры продолжают поздравлять ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла и детей войны прямо под окнами их домов. Творческие коллективы города выступают с праздничными концертами во всех районах Читы. В эти выходные военнослужащие и юноармейцы проведут 80 парадов во дворах ветеранов. 9 мая в 10.00 на площади Ленина пройдет военный парад. Затем на мемориале боевой и трудовой славы забайкальцев состоится митинг войск Читинского гарнизона. А после клуб военно-исторической реконструкции «Забайкальский фронт» проведет зрелищный бой победной весны 45-го. В реконструкции будет показан фрагмент боя Берлинской стратегической наступательной операции, в которой принимали участие бойцы 82-й гвардейской стрелковой дивизии «Наши земляки». На специально подготовленной площадке благодаря пиротехнике воссоздадут настоящее поле боя. Там же запланирована интерактивная выставка оружия, формы и снаряжения. Будет работать тир и полевая солдатская кухня. В этот же день в парке «Адара» пройдут уличные соревнования по воркауту среди молодежи до 14 лет и с 14 до 16 лет. Спортсмены будут бороться за звание лучших в номинации в воркаут «Абсолютка на выбывание». Каждому участнику будет отведено полторы минуты, за которые они должны показать свои умения для прохода в следующий тур. Кроме этого, на всех площадках города пройдут различные мастер-классы, флешмобы и акции. Вечером 9 мая на площади Ленина пройдет акция «Свет памяти». Участники, а их более 500 человек, включат фонарики в знак светлой памяти о тех, кто отдал жизнь за мир для будущих поколений. Кроме этого, там же на главной площади города более 70 пар исполнят вальс победы в память о героях Великой Отечественной войны. Торжественным завершением праздничных мероприятий в Чите станет театрализованный концерт «Слава ратная России». На сцене развернется масштабное действие, в рамках которого будет показана связующая низ героических поступков во имя победы и мира со времен Александра Невского до героизма Алдара Цидинжапова. Ярким итогом дня будут праздничный салют и фейерверк. Редактор субтитров А.Семкин